Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о морском курорте под названием Клактон-он-Си, в который мы отправились с мамой в ноябре 2016 года на один из выходных дней. Напомню, что 2016 год был трагическим для нашей семьи. В июне у меня погиб брат, и вот в конце ноября ко мне прилетела мама, ну для того, чтобы оформить документы, вступить в наследство. И так как все эти дела сводили меня с ума, весь груз оформления этих документов впал на мои плечи. Помимо того, что я еще училась в университете, подрабатывала няней, собаководом, в общем, у меня практически в 24 часах не было ни одной свободной минутки. Поэтому все выходные мы старались куда-то выезжать, мне нужно было отдохнуть душой и телом. В основном это были поездки на море, где мы всегда наслаждаемся погодой, морским бризом, и это как-то нас расслабляет и успокаивает. Поэтому в этот раз мы поехали на восточное побережье Северного моря. Клактон-он-Си, то есть город Клактон на море, сокращенно люди называют его просто Клактон, это приморский городок в восточном графстве Эссекс. Он является административным центром района Тендеринг, население которого на 2016 год составляло около 57 тысяч человек. Клактон-он-Си находится в восточной части Эссекса в 113 километрах от Лондона и в 48 километрах на восток от города Челмсфорд, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, который является столицей графства Эссекс. Железнодорожное направление обслуживается поездами Грейта Англия и связывает город со станцией Ливерпуль-стрит в Лондоне. Автобусные же маршруты связывают Клактон с близлежащими городами, такими как Колчестер и Харич. Экономика этого города в значительной степени зависит от индустрии развлечений и однодневных поездок на восточное побережье Англии. Здесь очень развита сфера услуг, а также проживает огромное количество пенсионеров. В северо-западной части Клактона расположено два бизнес-парка. Основная индустрия, в которой задействованы жители этого города, является сельское хозяйство, а также морские перевозки, так как город находится неподалеку от международного порта Харич, о котором я вам тоже уже рассказывала. Если кто хочет посмотреть, смотрите в этом ролике. Итак, рано утром 26 ноября мы отправились на станцию Ливерпуль-стрит в Лондоне. Так как у нас было время до поезда, поезд у нас отправлялся в 9 часов 18 минут, мы решили зайти в ближайшее кафе, в туалет. А там оказался такой очень приличный паб или бар с завтраком за, по-моему, 5 фунтов на каждого. То есть на 10 фунтов мы решили заказать фулл-инглиш-брекфаст и поели в таком достаточно приятном месте. С хрустальными люстрами, в позолоте. В общем, пока ждали поезд, прилично отдохнули. Затем мы сели в поезд Грейта Англия и отправились в Клактон. Билеты на двоих нам обошлись в 18 фунтов стерлингов. То есть примерно 1500 рублей. Приехали мы в Клактон без 15.11 и так как в отель мы могли заселиться только в 12 часов, мы неспешно от вокзала направились в сторону моря и в сторону отеля, так как наш отель находился как раз-таки на первой линии морского побережья. И пока мы шли, наслаждаясь погодой, природой, английскими домами, я снимала быт, чем люди живут, их дома, какие у них садики, дворики внутри. А также мы увидели яблоню вот с такими вот яблоками рядом с церковью. И достаточно крупный боярышник тоже рос на этой улочке, по которой мы шли. Ну, видимо, в 12 часов мы заселились и дальше пошли уже гулять по набережной, по городу, изучать и познавать этот небольшой курортный городок. Естественно, первым делом я увидела вот эти вот витринные мельницы, от которых я была в восторге еще в Грейт-Ярмуте, в котором мы ездили в 2013 году, по-моему. Если кто не помнит, я уже об этом городе рассказывала, смотрите в этом ролике. И тоже попыталась поснимать побольше, и как фото, так и видео, но, к сожалению, в этот раз небо было белое, и на белом фоне белые мельницы не очень хорошо получились, в отличие от Грейт-Ярмута. Там было такое штормовое грозовое небо, и прямо шикарные фотки получились в тот раз. Но я пожалела, что в тот раз я не поснимала их на видео и на фото так же много, как в Клактоне. Что это за витринные мельницы? Это морская электростанция Gunfleet Sands Offshore Wind Farm. Она состоит из 48 ветрогенераторов суммарной мощностью 173 мегаватт и находится всего лишь в 7 километрах от Клактона прямо в море. Но дальше мы пошли по направлению к Пьеру. Это, пожалуй, самая главная достопримечательность города, так как город является одним из популярных морских курортов. Он был официально открыт 27 июля 1871 года и имел длину в 150 метров, а ширина его составляла 3,7 метра. Первоначально он был построен для погрузки и разгрузки грузов и пассажиров. Но постепенно, так как город становился популярным курортом, Пьер удлинили до 360 метров, были добавлены развлекательные объекты и здесь находится главная прогулочная зона как жителей города, так и его туристов. Мы также решили прогуляться по нему и направились в его сторону. Из каких-то окон перед нами прямо упало яйцо и раскололось. Мы поняли, что нас обстреливают яйцами дети из ближалежащих домов. Я обернулась так, встала со злым взглядом и сказала, что за дела, я сейчас полицию вызову. Ну, на этом и разошлись. То есть никто из окон не вылез, но мы понимали, что это были дети. Немножко пройдя, я обернулась, увидела, что они там сидят уже в этих окошках. В общем, вот так, даже в английских городах, как и в любом детстве, такое развлечение, вот нечего делать, видимо, происходит в Клактон-он-Си. Пока мы шли до Пьера, мы увидели женщину на такой тачке. Ну, пенсионерка, видимо, уже сложно передвигаться. Очень много народу в Англии передвигается именно на таких вот тачанках. Мама говорит, я тоже такую хочу. Я говорю, ну, давай купим и тебе. Ну, она говорит, не, мне стрёмно по России на такой передвигаться. Ну, говорит, уж совсем, когда ноги не будут ходить, куплю себе такую. Ну, конечно, морской воздух, хвойные деревья, даже шишки вот такие мы нашли. И это всё помогало нам расслабляться и забыть про наши проблемы, про нашу боль. Мы дошли до Пьера, там прошли через вот эти развлекательные автоматы и вышли уже на набережную, где увидели рыбаков, сидящих на солнышке загорающих. Удочки у них направлены в море, а сами они релаксируют в сапогах. Мне сапоги очень понравились, на которых было написано Essex. Ну, такие типичные английские рыбаки. Также меня заинтересовала такая ржавая, иллистая лестница, которая спускалась вниз. Видимо, по этой лестнице, которая уже заржавела, когда-то спускались люди на корабли, потому что тогда ходили пассажирские корабли до этого Пьера. Вот. Ну, и так как я занималась фильммейкингом, нам надо было очень много снимать всякой фактуры, структуры, каких-то узоров и так далее. Я все это вот постаралась поснимать. То есть даже в ржавой лестнице можно увидеть некую красоту. Оттуда я поснимала саму набережную, дома в Клактоне. Девочки катались там на качелях где-то. Разноцветные вот эти вот пляжные домики. В общем, просто выехали порелаксировать. Никаких музеев, никаких достопримечательностей мы там не нашли. Ну, так как темнеет в Англии в ноябре уже примерно в районе четырех часов, мы еще немного погуляли по набережной. Там нашли сад памяти, где стояли еще вот эти вот попис, то есть маковые поля. Это у них такой символ, как наша георгиевская ленточка, символ памяти их солдат, погибших в различных войнах. Погуляли по саду, обратили внимание на интересную беседку. В саду мы нашли вот такую вот табличку, типа «А ты убрал за своей собакой?». То есть там было написано «Тендерин» – это вот район, в котором находится Клактон. И надпись, что «Не забудьте убрать за своей собакой». Иначе штрафы в Англии за то, что вы оставите собачьи отходы на газоне, особенно в парке, очень большие, около тысячи фунтов. Это примерно 70-80 тысяч рублей. И также увидели какой-то дворик с огромным количеством различных садовых скульптур. Я это тоже поснимала. Мы сначала подумали, что это музей, но вроде бы как было написано «Private», поэтому мы не стали там ломиться во все двери, чтобы зайти и пообщаться, посмотреть, что же это за выставка такая. Видимо, может быть, это какой-то магазин, продают вот таких вот гномиков и скульптуры, различные пиратов и других героев на этом участке. А также рядом я нашла вот такой вот постбокс для писем, то есть почтовый ящик. Сняла его очень близко, он стоял рядом с красной телефонной будкой. Ну, как-то просто наслаждались природой и различными изюминками, которые мы находили в этом городе. А также, когда начало темнеть, был очень красивый красный закат, и я сняла его на фоне уже загоревшихся фонарей. Затем мы пошли в отель и легли спать. Отель нам обошелся в 55 фунтов, это примерно 4-4,5 тысячи рублей. Окна его выходили на море, но, конечно, было уже темно, и мы практически ничего не видели, кроме огоньков проплывающих кораблей. Ну, мы там расположились, вот как выглядел наш отель, вам показываю. На утро мы встали, позавтракали и отправились уже в наш следующий город, Колчестер, который находится неподалеку от Клактона. Сели в автобус National Express, и через 45 минут мы уже были в Колчестере. Билеты нам обошлись в 10 фунтов 60 центов, это примерно 700 рублей. Вот такой вот была наша поездка в город Клактон-Онси. И тем, кто когда-нибудь будет планировать поездку туда, рекомендую ехать именно летом, чтобы и позагорать, покупаться, и поразвлекаться вот на этих всех аттракционах, которые специально построены для туристов, приезжающих отдохнуть на восточное побережье Англии. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok